В принципе, помазать можно и маслянок нет, фигов, и с диском, вот с диском, что? Че, весь полопался, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, в общем, прям еле-еле. Ой, как я отвык от этих габаритов, как высоко, широко, привык на МТЗ, как на велосипеде. Руки чуть повернул и сразу поворачивает, как-то за все-таки оборотом попозже. Друзья, всем привет! Новости с полей практически. У нас весна, вот. Забегая вперед, что хочу сказать. В общем, готовимся к полевым работам, к весеннему оборнованию, закрытие влаги. Соответственно, соответственно, как быть с контентом планом, который у меня еще осталось в очереди, наверное, роликов 7-8 сезона. Ну, там, ремонт 82-ки зимой в январе. Вот. И там еще пара моментов по зимним роликам. И, в принципе, все. Думаю делать так. Сейчас буду делать контент параллельно с зимним. То есть, ролик с настоящего времени, ролик, допустим, с то, что у меня осталось в архиву по ремонтам. Вот. То есть, по такому плану планирую работать. Но, в общем, свежие ролики пора выпускать с весны, потому что, ну, они должны быть, и они нужны. В общем, что мы делаем? Мы готовимся к парновке. В общем, у нас еще по двадцаткам. Сейчас по тракторам расскажу всю систему, да. Так, как же, чтобы солнышка не было, а тут ветер. Ну, короче, ладно, вот так вот. Короче, по двадцаткам. На одной двадцатке, на моей поставили мотор. Потому что его снимали осенью. Блок точили. Вот. Зимой собрали мотор мастерской. Сейчас вот подсохло, потеплело. Споловинивают сегодня. Должны запустить мою двадцатку. Новую двадцатку. Что делается? У него потек сальник. Вот. Но там вопрос, сальник или не сальник. Но, в общем, задняя плита была слабенько затянута. Это завод. Туда мы не залезали к этой задней плите, не отворачивали ее никогда. Болты были практически от руки очень слабые. Возможно, что масло пошло из распределителя, кулачкового вала этого ГРМа. вот, распредвала, так называемого, через прокладочку и начало выкидывать сюда в сухой картер. И потом уже маховиком раскидывало. Вот. Либо сальник. Ну, в общем, поменяли сальник и поменяли сальник двигателя задний и поменяли прокладку, само собой. В замену выжимного, по ходу уже, когда все разобрали, замена выжимного. Вот. Диски сцепления, корзина, маховик, все в нормальном состоянии. То есть, располовинить, первая задача была именно из-за того, что уходит масло с двигателя и течь в задней части. Поэтому это все устранили. Ну, и регламентное ТО. Ремонт топливного насоса раз в два года. Стабильно. Вот. Регламентное ТО. Масла, фильтра и так далее. И, в принципе, двадцатка готова. Вторая тоже. Ну, и первая тоже. Масло поменять, фильтра поменять. Вот, как бы, вот такие вот на эти трактора задачи. Сегодня-завтра заканчиваются подготовки. 12-21, в принципе, в боевом состоянии. Воду. Помыли его немножко, потому что сейчас грязь была, гоняли по полям. Отец помыл маленько. Вроде в нормальном состоянии. По поводу Масея. На Масея установили автопилот гидравлику. Вот. Все подключили. Но будет ролик дальше. Как-нибудь я запишу. Именно в работе в поле. Как он себя ведет и так далее. Поменяемся с механизатором. Вот. Масей тоже готов. Ну, у него 250 часов ТО делали ребята как раз. И параллельно устанавливали систему навигации от Трибла. Тоже центр-поинт 2,5 сантиметра. Авторазворот. Ну, полный фарш. Так. 82-ка. 82-ка ролики будут в перемешку с этими как раз, когда я капиталил мотор. В принципе, по ходовке, по остальным деталям она в нормальном состоянии. Мотор на 82-ке я откапиталил зимой. Вот. Еще успел наработать там что-то 140 часов, что ли, на чистке снега даже. обкатать, так сказать. Топливный насос тоже ремонт. Но по 82-ке по двигателю, по ремонту будут ролики. Но они будут январские. С января. Так. А больше у нас какие еще единицы? А, 12-20 в принципе тоже подготовили. Там у него поменяли бошку. Газы где-то пробивало. Гильзы доставали. Все нормально. Прокладки, резинки. Все нормально. Где-то пробивало газы. Поставили новую бошку. Газы не бьет. Все нормально. Также навесили на него фронтальный погрузчик от Сальксельмаша. Смотрите. Ролик он уже есть в подсказках. Смотрите. Либо в конечном, конечная заставка в конце ролика. 12-20 тоже готов. В принципе, вот и весь боевой состав. Это 82-ка, 12-20, 12-21, 2 двадцатки и мой бюллер. Вот. 6 единиц. Как мы их будем разбивать? Посмотрим по ситуации. Но, в первую очередь, 4 единицы однозначно будут работать на закрытие влаги. Это двинарь, это две двадцатки и бюллер. Это будет работать на закрытие влаги. Если ребятам удастся заехать на озимку, потому что у нас не получается кормить озимку, селитры кидать по мерзлоталому. У нас либо снег, либо грязь. Все. Мерзлоты у нас не бывает. Там ночью мороз, день мороз. Там нет. Такого не бывает. Либо это снег в колено, либо это потом топи и ждать, когда сухо. Вот этот момент самый как раз. Если удается им заезжать на озимку, то 82-ка со штригелем, 12-20 на погрузке. Массей кидает само собой по навигации, кидает у нас удобрения. Вот. Три единицы будут работать на подкормке озимых. Вот. Если же им не удается заехать, то Массей запрягается за бороны. 12-20 тоже запрягается за бороны. Но 82-ка на пашню само собой не пойдет. 82-ка будет ждать поры, когда можно будет заехать на озимку и зацепить за него штриги. В принципе, вот в таком составе. 4 единицы на пашне однозначно работают от начала и до конца. Вот. А остальные по ситуации либо на озимку, либо подключаются к нам на пашню. Коротко 6 минут о рассказе, о планах на этот год. Вот. Так. У меня прицепчик, в принципе, готов. В принципе. За исключением... Тут вот нету пальчиков. Ну, то есть вот такие вот мелочи. Болты протянуть. Но это все попозже. Сейчас у меня основная задача – это поставить вот эти колеса. Их на зиму забирали. Там, где подшипники меняли, где что, где камеры, где шины. В общем, сейчас я двинарем поднимаю одну сторону, подкатываю колесо. Поднимаю вторую сторону, подкатываю колесо. Поднимаю середку, качаю ступицей на этих вот центральных колесах. Если все нормально, то зацепляю, чуть-чуть протрагиваю. Куда протащить? Ну, туда вон, до дороги, наверное. И буду смотреть, где какие отцепленные, где какие еще есть проблемы. И подгоняю свой бюллер с воздухом. И начинаю пневмопистолетом протягивать все пальцы. И все. Борна у меня готова. Так скажем. Вот. У ребят, у некоторых есть агрегат. У некоторых надо отцепить с катков. Да, у нас два агрегата сцепки. СП-16 зацеплены за катки. Их тоже надо будет к своим борнам подкатить. Но, в принципе, это не сильно сложно, не сильно муторно. Единственное, может быть, хомуты надо вот эти вот перемещать. Так, сразу скажете, Диман, что не купите сцепку у борновального под бюллер? Говорю так. 16-метровые сцепки больше у нас не бывало. СП-16 они больше не бывало, поэтому зацепить больше нечего. В итоге, ну, что бюллер таскает, что двадцатка таскает одни и те же агрегаты. Ну, бюллере я могу дать, конечно, возможности по скорости больше. Все зависит от того, как будет агрегат себя вести. Если будет прыгать, скорость убавляю. Если не прыгать, то я могу там его разогнать до двадцати километров в час, но это, конечно, перебор. На двадцатке десять – это предел всего. Но суть не в этом. Суть в том, что 16 метров больше не получается зацепить, либо это новый агрегат. Новый агрегат – это миллион триста, миллион пятьсот. Два следа тяжелых барон. Двадцать четыре, двадцать шесть метров. Вот. Поэтому сорок восемь или пятьдесят. Так, сколько? Двадцать четыре, двадцать пятьдесят два. Либо пятьдесят две бароны. Но тратить миллион триста, миллион пятьсот и за пяти дней работы, ну, пока, пока нет. Пока нет. Пусть шестнадцать метров. Расход там, в принципе, у меня расход получается, он не в нагрузке ходит. Расход у меня получается, что на двадцатке два-три литра на гектар, что у меня плюс-минус так же. Поэтому, как бы, если бы было литров девять, десять на гектар, можно бы еще что-то подумать. Ну, и на пять дней эти десять литров на гектар, как бы, ну, разница там, три-четыре литра на гектар – это несущественный вкус. Вплоть до того, что, ну, полтора миллиона тратить – это, конечно, дохренища за агрегат. Вот. Пока вот шестнадцатиметровым есть работать, и слава Богу. Вот. Такой вот расклад. Полтора миллиона можно потратить на немного другие вещи, например, поставить навигацию на МАСЕЙ, для того, чтобы работать в кайф, четко работать по подсолнечнику, как сеять, так и культивировать междурядку с точностью двадцать с половиной сантиметра. Ни маркера, ни ничего не нужны. Просто заезжаешь, сеешь, и по этому же следу по этой же траектории весной. Ну, не весной, а как уже схода появится барную, культивируешь, междурядку делаешь. Поэтому лучше вложиться туда. Плюс удобрения кидать, плюс опрыскивать. МАСЕЙ у нас, в принципе, брался под эти цели. И он брался, если мы... У нас были планы прямо с самого начала. Если мы берем МАСЕЙ, мы берем сразу на него навигацию. То есть у нас МАСЕЙ пришел в ноябре, а в декабре мы оплатили... в октябре, наверное. А в декабре мы уже оплатили навигацию, и вот сейчас нам весной ее установили. То есть была такая... Если денежек нету, то берем 12.21, работаем вручную. Если... Ну, вот осень, благо, хорошая была по подсолнечнику, по цене. Поэтому у нас получилось купить МАСЕЙ и, конечно же, автопилот. Вот. То есть МАСЕЙ будет культивировать междурядку, сеять пропашные, будет разбрасывать удобрения, будет... Что у нас еще будет делать? Опрыскивать. То есть все вот эти операции, где нужна навигация. Ну, раз уж навигация есть, курсовый указатель вручную не так точно, не так удобно. Автопилоты не запаривают просто. Да, для кого-то это большие деньги, но на нашей площади это все окупаемо, и все это нужно. Нужно. Вот. Поэтому, ребята, такие вот моменты. Если бы МАСЕЙ не сеял, и если бы не удобрение, если бы не химия не опрыскивать, то, в принципе, навигация такой себе спорный вопрос, чисто для комфорта только. Но он у нас будет работать именно вот на этих операциях, где нужна точность, где нужна скорость, где нужна маневренность, и все это без навигации никуда. Ладно, все. Погнали работать. Хватит разговаривать. Итак, 10 минут уже. Так, друзья, в общем, запускаем. 2375. Один раз я уже запускал. Видео будет дальше тоже. Так, датчик вроде нормально, все установлено. Если повернуть датчик на ду. Зачем и почему, тоже будет отдельный ролик. Так, вот так вот. Все, работает. Что, пускаем? Нормалёк. Сейчас греем. Убираюсь. Я здесь, потому что панель все закрывал. Сейчас хододатчик проводил. Так, что у нас по наддуву? Чуть-чуть и есть. Чуть-чуть дали единички, но 0,1 нету. Ну да, вот пока оставим. Неоднократно! Пока. И seeing learn. Пока. Субтитры сделал one, и я ищу. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 ну там по датам я каждый ролик приветствую начинаю с даты то есть будет разбивка осталось мне где-то 78 роликов зимы их нужно тоже опубликовать с ремонта там по 80 двойки наверно ролика 4 выйдет все тонкости ремонт капитального ремонта двигатель посмотрите ладно так сезон начинаем тепло майки ходим нормально так ладненько собираем манатки и покажу вам датчик просто как работа вообще пока на базу поеду маневка так ребята все убрался пуск быстро бросил гандюр чик да давайте сейчас стройчих начало поехали есть по сцеплению счастливым не привык холостых 200 05 а я просто стоишь если когда нагрузка появляется сейчас в транспорте дал ему резку сразу в дону был почти 1 1 1 2 в работе я думаю будет вы давать точно вопрос хватит ли мне манометра или нет как я отвык от этих габаритов как высоко широковник привык на мтз как на велосипеде руль чуть чуть повернул сразу поворачивать мтз все таки оборотов побольше так я вам буду говорить сколько он мне дует просто мне еще один стоит хочется записать я посмотрю что мне пусть покажет датчик пусты резко дадим полторашечку резко полторашку полтора бара нагрузки я думаю 2 будет точно давать нагрузка появляется турбина дует а потом уже спад идет ребят короче полторашку дунулся прям в легкую стрелку ушла на 2 а в это и и и и Все, паркуемся Ну давайте, всем спасибо, всем пока Скоро сезон Гоу про стоп видео Субтитры сделал DimaTorzok